Поселение в пустыне за 20 лет превратилось в место притяжения богатых людей. Это фото Дубая, самого быстро растущего и быстро развивающегося города в мире. В качестве примера о его развитии говорил известный гость конференции Бахараш Багириан, автор первого в мире позитивного города. Барнаул, конечно, не Дубай, но зарубежный архитектор уверен, у него большое будущее. Барнаул может стать одним из лучших городов мира. Преображение города возможно благодаря сочетанию инноваций и лидерства. Мне кажется, что у Барнаула одни из лучших природных ресурсов. Это и есть основные возможности для развития. Важно не оглядываться на другие города. Сейчас я вижу, что у вас развивается инфраструктура. Стоит добавить творчества и креатива. Это и запустит эффект Бильбао, когда промышленный город превращается в центр туризма, когда в городе становится комфортно жить. Российские местные эксперты, как и испанскому Бильбао, пророчат краевой столице наплыв людей. Причем не только ради туризма, но и ради жизни. Но к этому стоит подготовиться. Федеральная повестка меняется в сторону развития территорий. И территорий, ну, так скажем, удаленных от Москвы. И сегодня мое глубокое убеждение, что надо Алтайскому краю активно расширять возможности инвестиций. Инвестиции для частного бизнеса, для частных инвестиций, для государственных инвестиций, для федеральных, региональных инвестиций вкладывать. Нужна инфраструктура. Прежде всего надо работать с жильем. Это доступное жилье, но при этом не только доступное жилье, это жилье разных вариантов, потому что вполне возможно сюда могут приехать и люди достаточно обеспеченные. То есть мы можем говорить и о бизнес-классе, и элитном классе. Вторая история – это достойная работа и интересные офисные здания, фабрики или что-то еще. И третье – это третье место, то есть все, что связано со спортом, образованием, развлечениями, культурой и так далее. К слову сказать, в этом направлении в Барнауле уже давно работают. Тот же «Грибной канал» по мнению гостей – место притяжения спортсменов разных стран. А столицы Алтайского края знают и сюда с удовольствием едут. Я сегодня уточнил у мэра вашего, полмиллиона человек прилетает уже в Барнаул. Если хочешь улететь сегодня – не улетишь. Билетов нет. Это говорит о чем? Это притягательная точка на сегодняшний день, куда люди стремятся, несмотря на 4 часа полета, если мы летим из Москвы. До Дубая Барнаула, безусловно, далеко, но это лишь яркий пример быстрого развития. Краевая столица тоже готова развиваться и принимать как можно больше туристов. Здесь очень важный взгляд со стороны. Дубай, Екатеринбург, Новосибирск, Петербург, Москва. Состав конференции достаточно большой. Мне нравится завтрашняя площадка. Встречаются они в институте, в нашем политехе, где есть кафедра архитектуры. Есть выход в центральную часть города. Может быть, и они что-то посоветуют сегодня в рамках именно развития центральной части. Ну, затронули тему сереброплавильного завода. Кстати, по словам главы города, детальное обсуждение того, как спичка впишется в туристическое пространство, планируется в июле. Ну, а важность экспертного взгляда со стороны подчеркнул и губернатор региона. Это, думаю, важная тема для обсуждения, которая не закончится одной нашей конференцией. Но какие-то моменты мы могли бы учесть в дальнейшем, двигаясь все-таки в направлении создания современной комфортной среды для проживания. Диалог лишь начался, и в Барнауле готовы раз в полгода принимать подобные конференции всероссийского масштаба, отметил глава города. Ведь и Дубай не сразу строился. Как сказал архитектор, живущий в этом городе, важно лишь идти своим путем, а не повторять за другими. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.